Здорово! Сегодня я обучу вас очень эффектному фокусу, который называется наваждение. Если посмотреть, как он делается, в описании скину ссылку, то это больше сценический фокус. Но вы не успеваете расстраиваться. На самом деле, если вы покажете перед коллективом у себя на работе, на учебе, это будет только приветствоваться. Но мы давайте сейчас разберем, как же это все-таки делается, что нам необходимо и поехали. Нам необходима для этого фокуса одна карта. Любая, любого достоинства, но она должна быть одна. Далее. У нас должен быть конверт. Это у меня будет конверт с листочком бумаги. А4 мы сгибаем пополам и все. Далее нам необходимо обязательно два одинаковых журнала. Самое главное, чтобы они были одинаковые. Я взял вот такие вот автобазары. Это не реклама, просто все, что у себя нашел. Да, они не одинаковые, но мы будем использовать страницу, которая одинаковая. Вот эту верхнюю часть. Я буду вам демонстрировать, что нужно делать и как. То есть у нас должно быть два одинаковых журнала. Они должны быть намного меньше, чем эти. Ну, приблизительно четверть передней части. Вот такая. Это может быть брошюрка, реклама всякая. Может быть телефонные номера вашего города, карта города, где вы проживаете. Без разницы, что. Но должно быть хотя бы как четверть вот этого вот моего журнала. Далее, что мы делаем. Мы должны выбрать какую-нибудь страницу. одну с центра. Если у вас журнальчик вот у меня здесь на, сейчас скажу, на 114 страниц, это просто прекрасно. То есть такого журнальчика хватает с головой. Если же у вас меньше страниц, это плохо. Чем больше, тем лучше. Почему так? И почему мы должны выбрать карту с центра? Не карту, а страницу с центра. Просто если вы будете делать как я, я буду это фокус объяснять на первой странице. Потому что здесь у нас одинаковые части есть и в одном и во втором журнале. Если у вас одинаковые журналы, то понятно, вам не нужно выбирать какую-то схожую страницу. У вас все будет идентично. Вы выбираете с центра одну страницу и с этой страницей вы все проворачиваете. Если вы возьмете, к примеру, первую из первых 10 страниц, а у вас их там 200, и если зритель скажет стоп и будет пол книги уже пролистан, то тогда возникнет вопрос, как это средина книжки, средина журнала, а страница 10. Поэтому если у вас там 200 страниц, берите сотую страницу и с этой сотой страницей все проделайте. Приблизительно пополам. Если же будет меньше, немножко, ничего страшного. Больше тоже ничего страшного. Но я советую брать строго средину журнала, книги, что вы взяли. Итак, вот у меня есть журнальчик. Я буду брать вот эту вот часть верхнюю. Я ее уже оторвал. Вот. Это третья страница, и мы видим, здесь написано четко слово. Реклама и третья страница. Так, смотрим здесь. Журнал, конечно же, другой, но страница идентичная. Тоже реклама и три. Все, этот журнал нам подходит. Что мы делаем? Как я уже сказал, журнальчик должен быть книжечка, хотя бы вот такая, то есть одна четвертая этого большого журнала. Мы берем и вырываем, как вам угодно, эту страницу из одного журнала. Можно вырвать кусочек. Можно вырвать полностью страницу. Но, как мы понимаем, будет эффектней, если у нас будет полностью оторванная страница, но она будет вмещаться в конвертик. Просто если мы возьмем, оторвем страницу и потом ее сложим пополам, то, конечно же, это будет понятно, что вы заранее подготовили. У меня вместо конвертика выступает А4, вот такой вот листочек. То есть, если мы так приложим, приблизительно вот так вот мы сейчас и оторвем. Раз, два и вот так вот мы закончили. Три. Все, то есть у нас есть супер листочек, который подходит по мельчайшим деталям. То есть второй уже такой вырвать будет очень и очень тяжело. Значит, мы берем, кладем это в конверт, закрываем конверт. Если у нас конверт хороший, то он, конечно же, здесь будет такой проклеем. Мы его мочим и закрываем. Все, это у нас уже готова первая часть. Этот журнал, который мы оторвали, мы не выбрасываем, а только оставляем. Это у нас будет журнал, который в фокусе. Это готово у нас к фокусу и это готово. Для чего же второй журнал? А нам нужно вырвать и навязать зрителю, сейчас я вам покажу, вот такую вот часть этой же страницы. То есть, если мы взяли сотую страницу там журнала с книги, вырвали сотую страницу, со второго идентичного журнала мы отрываем кусочек. Вот так вот. Все. Этот журнал можно уже выбросить. Этот кусочек нам нужен по размерам, чтобы он залез за карту. И мы должны обязательно следить, какой он частью к нам. Получается, если мы держим карту вот таким вот образом, и мы будем вот так пролистывать журнал, то когда мы будем проворачивать весь фокус, эта часть должна быть к зрителю, смотреть на него. Но, а как же проворачивается фокус? Вот эту вот карту вместе с этой бумажечкой мы кладем в карман. Положили в карман. Конвертик, как мы понимаем, если мы показываем где-нибудь в аудитории, где-нибудь на работе, в офисе, это мы должны отдать кому-нибудь. Если же нет такой возможности, можно взять, к примеру, подвесить его на скрепку, на доску, где какие-нибудь графики, или можно просто простым методом, самым простейшим, на скотч и прилепить к стене. Сразу же, конечно же, обратить на этот конвертик внимание. Далее, мы берем журнал, который оторвана вот эта вот часть. Берем, достаем, показываем зрителю обычный журнальчик, но, конечно же, если мы быстро пролистаем, то зритель не заметит то, что у нас одной страницы нет. Мы можем дать проверить зрителю карту, но, конечно же, мы должны спальмировать вот эту вот нашу оторванную часть в руку. То есть, отдаем зрителю карту, он проверил, и далее мы обратно это все помещаем. Теперь мы держим в левой руке наш заранее заготовленный гиммик. Как мы понимаем, еще раз повторюсь, вот эта часть должна быть к зрителю. То есть, мы вот так вот держим, и держим журнал следующим образом. У нас должны быть руки вот так вот. Одна рука, это у меня правая сейчас, находится сверху журнала, строго по центру. Вторая же рука, она берет эту карту и вот таким вот образом пролистывает. И это еще одна доказательство того, что вам необходимо большой журнал. Поскольку, если будет большой журнал, то будет намного проще пролистать так карты. карта и весь журнальчик. Вот мы берем, пролистываем. Вот, например, зритель сказал, здесь стоп. Давайте здесь стоп. Что мы делаем? Мы засовываем сюда нашу карту, и далее, смотрите внимательно, мы берем и просовываем дальше наш заранее заготовленный гиммик. И мы смотрим отсюда, как он залазит. Можно карту уже убрать, вниз немножко. И мы должны подровнять, чтобы угол полностью совпадал, угол нашего гиммика, совпадал со всем журналом. Чтобы не было такого, что эта наша штучка вообще выпирает вот так. То есть мы все подровняли, у нас все очень четко, и теперь наша задача не спалить, что это обычный огрызок бумажки. На эту страницу, понятно, мы не обращаем зрителя внимания, потому что у нас здесь 58, а наша страница, которую зритель запоминает, всего лишь 3. И вот мы берем, показываем зрителю вот таким вот образом нашу страницу. Он запоминает, но мы, конечно же, знаем слово «реклама» и номер 3. Это страница. Вот про что я вам говорил. Зритель нам сказал «Стоп» в центре, например, нашего журнала. Но у нас здесь страница 3. Если же мы возьмем там страницу 80, 100, то никаких вопросов не будет. Он запомнил то, что у нас здесь написано, и все. Ну а так, посудить логически, пол журнала пролистали, и тут вдруг страница 3. Нехорошо. Ну вот, например, все. Он запомнил эту страницу. Он запомнил слово, которое необходимо. Далее мы берем аналогично, вверх поднимаем карту и забираем вот этот вот листочек под карты. Теперь это все мы кладем к себе в карман и отдаем этот журнал, где вот эта вся страница вырвана, отдаем зрителю. Он кладет на нее руку, к примеру. Далее мы берем маркер. Если это будет на большом расстоянии фокуса, обязательно нужен маркер такой жирный и большой лист бумаги. Соответственно, А4 очень хорошо подойдет. И мы далее начинаем считывать мысли, просить зрителя, чтобы он думал о странице, думал о слове. И вот, к примеру, вот все уже готово. Мы начинаем писать на листочке, мы пишем цифру 3, мы пишем слово, реклама, и все, фокус проведен. Осталось только все рассказать. Держим листочек, держим листочек перед собой и просим зрителя назвать число одного, к примеру. Он говорит число 3, страница 3. Далее мы просим сказать слово. Пожалуйста. Он говорит слово, например, реклама, как в нашем случае. И далее мы показываем, спокойно переворачиваем этот листочек, и там написано 3 рекламы. Уже эффект. Но далее мы берем этот конверт, просим открыть зрителя. Он открывает, и у нас здесь кусок газеты. И далее мы открываем то место, ту страницу, где у нас это вырвано. И зритель проверяет, что здесь все подходит идеально. Ровно, идеально, четко. И то есть, если для эффектности можно даже рвано вырвать, это такой же совет. Можно сделать вот так вот, рвано. Не чтобы был ровный кусочек вырванный, а чтобы он был с такими извилинами. Тогда это вообще будет все очень четко. Вы так показываете зрителю, и он подходит идеально под этот журнальчик. Все, фокус получился. Все идеально, все в восторге, хлопают, вы молодцы, всех удивили. И вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч.